Всем здорова! Сегодня вещь придет об очень страшной и мрачной игре, которая вышла очень-очень давно. Все началось с замки игроков. Да какого хрена я? Нахренеть в ванной сниму, мне нужны свечки, мне тут в жопу все, пошел нахрен, я не хрен его знает. Castlevania. Игрушка от компании Konami, которая вышла в 80-х. Врачной платформе, рассказывающей нам о вечном противостоянии рода Бельмонтов с графом Владом Криповичем Дракулой. Не, ну реально Криповый. Мне, как и многим, игра запомнилась своей сложностью и одной из фишек игры. Отскок назад. Раз и в ямку. Правда иногда это спасало нам жизнь. Так, я сейчас прыгну! Не прыгай, бро, я спасу тебя! В игре шесть уровней, каждый из которых заканчивался боссом. Тут вам и Чутича Франкенштейна, и Мумии, сам Дракула и даже Смерть. А после того, как вы проходили игру, вам открывался Хард Мод, еще более сложной версии игры, если вам этого было мало. То, что вспомнили? Освежили память немножко. Ну а теперь поговорим о хаках на эту игру. Первый носит громкое название God of War 2. Хочу видеть Кратоса. Настоящего Кратоса. Я сказал настоящего Кратоса. Совершенство. По вступительному ролику становится ясно, что автор не стал делать кожу Кратоса более белее, чтобы он не стал сливаться с задним фоном. Сама заставка явно проигрывает оригиналы в количестве деталей и наличии анимации. Сразу обратим внимание на измененный лайфбар. Он теперь выполнен сплошной полоской, раскрашен в зеленый цвет. Жизни боссов красный. Ими игрок заменили на гордое Кратос. А сердечки, они же патроны в игре, заменены на шарики. Я не играл в God of War, поэтому, ребят, сорян, если я не узнаю каких-то врагов из этой игры. Первый уровень находится явно где-то в Греции. Полностью перерисован. Пусть и попадаются похожие с оригиналом элементы. Противостоять нам будут скелеты. Наверное, некроман где-то в городе. И пчелы, да? Возможно, это враг из God of War, но моя фантазия не может сложить из пикселей определенное существо. А также у нас здесь есть то, что в оригинале было пантерой. На мешочках с деньгами появился значок Омега, а чаши с огнем здесь заменили на вазы, которые прекрасно вписались в местный антураж. Одним из первых предметов, который мне выпал, была голова медузы Гаргоны. В оригинале она летала и докучала на мной здесь, Кратос поймал ее и с помощью нее смог превращать на некоторое время своих врагов в камень. И это очень круто вписалось в сеттинг игры. В оригинале же у нас останавливалось время с помощью часов. В конце нас ждет первый серьезный противник, это летучий демон, аналог летучей мыши из оригинала. После победы нам дается светящаяся амфора, которая восполняет там жизни и заканчивает уровень. В оригинале же был шар. Далее мы видим, а точнее не видим, карту с уровнями. В оригинале мы видели простенькую карту и возможное нахождение Дракулы в виде летучей мыши. Жаль, что автор не смог ничего сделать с этой картой. Здесь же у нас просто ряд домиков и череп, где возможно прячется главный злодей. На втором уровне мы поднимаемся вверх и сражаемся со скелетами в шлемах. Выглядит подозрительно хорошо, будто бы взятый из другой игры. И очередное летающее чудо. В оригинале были черепа Дракона, которые поливались огнем. И нам было легко предугадать атаку, ведь перед выстрелом они начинали светиться. Местные же черепа такой роскоши нам не предоставляют. Так как Кратос теперь поймал Медузу и использует ее как предмет, теперь на нас будут налетать головы клювокрылов. В простом уровне у нас здесь выступает череп, который кидает черепа, соответственно. Также вы могли заметить, что Святую Воду здесь заменили на огонь Прометея. Ну, это я сам придумал. Следующий уровень сохраняет странное архитектурное предпочтение. То есть, что в оригинале было непонятное строение замка, что здесь непонятно, где находятся дома, то ли под землей, то ли наверху. Прытки и скелеты, блохи-переростки – ваши главные проблемы этого уровня. Крест, который выполнял функцию бумеранга, здесь заменен на призрака. Так сказать, выпустили духа погулять. А еще здесь есть неопределенное по половому признаку существо в халате, которое попортит вам жизнь очень много раз. Так, прыгая по гравию на фоне розового неба, вы добираетесь до боссов – двух близнецов, которые швыряют вас мельничными жерновами. Следующий уровень наполнен зеленью. Достаточно интересно реализован возможность кратуса ходить по пояс в болотце. Такое нежненькое слово не болото, а болотце. Мешать прыгать вам по платформам будут скелетики и мухи-сэ-сэ, в переводе с английского – муха-это-это. Поднявшись куда-то наверх, вы дадите бой гарпием, которые закидают вас клювастыми лягушками. Ну и надаете поччам местным дракошам. Босс довольно странно реализован. Вначале я сразу начал лупить его, но оказалось, что нужно пройти ему за спину, только тогда он активируется. И начнет дамажить, причем лягушка дамажит и в неактивном состоянии. Бьете баячка на фоне четырех гор и проходите дальше. Ах да, в оригинале тут был Игорь и Чудовище Франкенштейна. Следующий уровень выполнен не в самой лучшей палитре, просто некоторые вещи здесь сливаются друг с другом. Из новых существ это непонятные дядьки, которые кидаются в вас Моргенштерном. В оригинале боссом здесь выступал сам мрачный жнец. Здесь же это старик в плаще, а это борода и щупальцы. Кот Селивист или Злуни Тьонс? Ча? Ну, отбросим шутки. Этот босс действительно выглядит очень круто и мрачно. И это первый босс, с которым у меня возникли серьезные проблемы. Я очень долго его проходил. Ну, проходим дальше, и впереди нас ждет финал. Пробиваясь по пустым помещениям и наблюдая, пожалуй, лучший детальный задник в хаке, мы приближаемся к боссу. А сейчас надо сказать про сюжет. Или уже поздно. То есть там какой-то главный злодей овладел огромные силы, даже круче, чем у богов. И на этом все. В конце мы находим Зевса, по лицу которого не скажешь, что он в плену. Ммм, тепло. Заебись, главное не работать. Главный злодей выглядит как самурай на облачке. Его поведение отличается от поведения Дракула в оригинале. Геймплейно он больше схож с Грим Риппером. Нужно уклоняться с шаровых молний и шарика и пытаться уничтожить его. Вообще можно считать его практически новым боссом. Предыдущие злодели были, по сути, переделаны графически. Здесь же изменилось все, то есть взяли предыдущего босса и добавили в последний уровень. Побеждаете его и освобождаете Зевса. Бро, а можно я еще тут повешу? В конце Кратос с разбитым лицом рассказывает, что происходит. И на этом хак заканчивается. Ну, подведем итоги. Снаружи хак с таким громким названием God of War 2 выглядит, конечно, круто. Но, покопавшись внутри, мы понимаем, что не все так здесь хорошо на самом деле. И хак можно допиливать и допиливать. То есть детализации на уровне реально не хватает. Сравнить те же задники с оригиналом очень прекрасно, очень мрачно. Здесь же местами чего-то постоянно не хватает. То есть то ли голое небо, то ли просто стены голые. Ну, это довольно странно. Также Астра решил облегчить нам немножко игру. Он убрал одну из главных фишек игры, за которую мы любили и ненавидели. Я думаю, вы заметили, хотя я не говорил об этом на протяжении всего видео. В оригинале, когда Бельмонд получал повреждения, он отлетал назад. Здесь же в хаке Кратос просто подпрыгивает на месте. Это облегчает задачу. Нас больше не сбрасывает в ямы, если мы с вами не косячим в прыжках. И тут Автор подумал, блин, черт, я убрал эту возможность и, наверное, будет слишком легко пройти эту игру. Давайте-ка мы добавим больше врагов. Есть два места, вот я заметил лично два, где враги просто спамятся в огромном количестве этой игры. То есть там есть и гарпи, есть лягушки, и мы не можем пройти эти места, не потратив жизни. И это очень печалит, на самом деле. Также можно отметить переделанный саундтрек игры. Как бы громко это ни звучало, музыка в оригинале была, и она была прекрасной, на мой взгляд. Хаки, он немножко передел эту музыку, это переделанная оригинальная композиция, и она не подходит. Поначалу вам кажется, что это прям новая игра на движке, но чем больше вы играете, тем больше понимаете, что нет, слишком мало всего, чтобы называться новой игрой. Да, реализация некоторых предметов хороша. Крато скидается огнем, метает молнией, станет врагов медузы, выпускает духов. Это все гармонично выглядит, и надеюсь, автор не забьет на хак, и продолжит доделывать его. Ну и в самом-самом-самом конце есть еще один хак. Маленький, такой маленький хак. Мне понравилось то, что Кратоса не откидывает. И я покопался, и нашел хак, который ставится на оригинальную игру, меняя лишь одно. Теперь, когда Бельмон получает повреждения, он так же, как и Кратос, просто подпрыгивает на месте, и его больше не отталкивает. Это ломает геймплей и прочее-прочее, но игра становится немного легче, и вам как-то более приятнее воспринимать, и играть уже не запариваясь и от души. Ну а на этом у меня, к сожалению или к счастью, все. С вами был Краулер. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты об интересных хаках. До новых встреч!